Прекрасная ночь Какие ночи я жжу не так на глазах Хайн, совокотки решили сделать архетип, который будет сосать кровь Пробудившись по зову крови, кровоискатель унаследовал сверхъестественные дары от нечистого прародителя Беспощадный охотник, в жилах которого течет бессмертие, обладает возможностями, о которых смертным остается только мечтать чутьем невероятной остроты, а также запредельными для человека силой и скоростью Это типа кровавого кинетика, архетип, который будут брать из-за названия и красивых описаний, вообще не понимая, что он делает Зато кровосися Наследие кровоискателя, заключив нечистивое соглашение в давние времена Его предки совершили темный ритуал, чтобы получить силы ночи Мировоззрение должно быть злым, но можно взять законопослушно злого монаха Кровоискатель считается нежитью при проведении энергии, но нежитью не является Самый обычный человек и может уставать Но сила может снять усталость наложением рук Как вы уже догадались, его можно лечить только нанесением ран За красивое название вампыр нужно платить книжкой приста Нет приемов палача, минус 10 черт Парное оружие через силу взять нельзя Вместо приемов палача Дары ночи Плюс одно заклинание каждые два уровня Жажда крови За каждого убитого противника плюс один к точности и урону до конца боя Бонус не превышает половину модификатора интеллекта Можно убить саммонов Бонус висит один раунд и если сразу затригерить бой, бонус останется до конца боя Но есть нюанс Сколько у вас интеллекта? Допустим на старте 18, плюс тиара на плюс 4 Модификатор 6, половина плюс 3 Как-то мало Паладин плюс рыцарь преисподней На басфайте за два сокрушения дадут плюс 12 Магус на третьем уровне может добавлять к точности весь модификатор Еще кровосися должен добавлять модификатор интеллекта к сложности заклинаний Но атакующие заклинания вы кастовать не будете На старте можно брать 14 интеллекта или вообще 12 Для ведьмы или висектора Запас крови Каждый уровень запас кровятины увеличивается на 1 очко После отдыха восстанавливается Запомните эту формулу Она очень важна для данного архетипа 10 плюс половина уровня плюс модификатор интеллекта Острые клыки Вы получаете атаку укусом При крите укусом вы получаете плюс 3 очка кровятины Диапазон крита 20 Орально критовать может только Саша Грей Она стримерша Много говорит Рот разработан Укус вампира На девятом уровне кусая врага вы получаете плюс 5 временных очков здоровья На каком уровне сложности это будет иметь смысл Неизвестно Укушенный враг получает отрицательный уровень Проверил Работает Но толку мало Данный архетип мог бы очень хорошо сочетаться с билдом на мультикусях Который совокаты занерфили И еще учитывайте что укус это вторичная атака У нее точность минус 5 Заклинания Первое заклинание в списке Конус крови Урон 1 до 4 за каждый уровень На 10 уровне у фаербола урон в 2 раза больше Но Конус крови не требует преодолевающей магии И мифика превосходства стихии Спас бросок сокращает урон вдвое Какой спас бросок неизвестно Спас бросок конечно же стойкость Который плохо пробивается Но интересно другое Сложность 12 Второй уровень Модификатор интеллекта плюс 6 Должно быть 17 А не 12 Четвертый уровень Сложность 14 На 10 уровне сложность 20 10 плюс уровень героя Без учета модификатора интеллекта Когда-то Выйдет игра совокотиков В которой я не найду ни одного бага Только при условии что я не буду в нее играть Струя крови Дистанционная атака касанием Урон 1 до 4 за уровень Плюс Скрытая атака Как и конус крови не требует преодолевающей магии И превосходства стихии Написано Один враг на близкой дистанции А атака в упор На самом деле дистанция средняя Кровавое исцеление За 2 кровятины Совокотики А почему так дорого? Регенерация 3 хитпоинта за раунд Количество раундов равно уровню На 10 уровне За 10 раундов Вы на регените 30 хитпоинтов Перспективно А если еще добавить укусы по 5 хп Вообще имба Регенератор Призыв лютоволков Мусор Их можно задувать конусом крови для бафа до боя Но призыв 1 до 4 И может призваться только один волк Скелеты камелии надежнее У всех самманов в игре написано Они атакуют врагов так хорошо как могут Зачем это пишут? Есть ли в игре самманы у которых написано Все делает на отъебись и вообще похуй Совокотики чинят баги так хорошо как могут Еще есть призыв бестии Но боти бонезбесты С Believe другим С ихенеграф egy С slime И я думаю Оттitelmelзив бelpструкции По тегде Киргл И яใช А座 Много Ед И Саме С あり deuts А Лига Eight Но да д С fashioned Им скелет очень хорош даже без бафов скальт 20 уровня let all stands inspire rage плюс 9 точности heroic invocation плюс 4 баф на 24 часа но на скелетов нужно кастовать перед боем отдельно молебен плюс один точности бонусы мифика личи предметы 25 кровятины для спама скелетов если начинать игру сразу двадцатым уровнем со всеми предметами и мификами будет работать любой мусорный билд а если начинать с первого уровня бесполезный скелет на которого жалко тратить кровятину почему бестия такую я в упор применяет выпад который режет броню на 2 кстати можно было бы сделать чтобы призывался только один скелет за отдых но жил час за уровень архетип стал бы намного интересней вампирское прикосновение еще пол книжки требует преодолевающей магии предметы ему давать никто не будет а на черты нет места в прокачке полезное заклинание конус крови чтобы задувать скелетов ради бафа струя типа на босс файт почувствовать уязвимое место стоит 2 кровятины дорого мощь хищника нечестивый бонус плюс 4 силы и плюс 2 брони сноровка хищника нечестивый бонус плюс четыре ловкости и плюс 2 брони хаста вся книжка кровососика сводится к двум заклинаниям почувствовать уязвимое место и сноровка хищника возможно хаста если будете кусать врагов воронами замедление сложность 11 на 14 уровне тут и без преодолевающей магии все слишком хорошо рой падальщиков кровоискатель может превращаться в жаждущую крови стаи ворон нежитие вопрос а почему в описании этой хуйни не написано что длительность раунд за уровень также ничего не написано плюс 4 брони в начале думал что вороны вообще не атакуют оказалось что они атакуют типа с полом буря гнили который нужно поставить на автокаст при первом превращении кнопка атаки ворон не появилась после второго превращения буря гнили появилась если превратиться с форма человека кицуни кнопка буря гнили не появляется перед превращением в рой падальщиков вернитесь в форму кицуни вороны мастер обороте не работает защита монаха тоже защитная стойка нет легендарные размеры подавляют бонус брони ворон в инвентаре написаны характеристики атаки ворон которые не имеют никакого отношения к игре буря гнили всегда попадает урон 3d6 1 атака за раунд дамажит всех врагов в радиусе атаки восстанавливает одно очко кровятины за каждого укушенного врага также буря гнили накладывает два эффекта если пробьете спас бросок стойкости тошнота написано сложность 20 а хуй там и слепота сложность 20 а хуй там спас бросок рандом единица минус 2 выносливости откуда урон характеристики без понятия слепота сработала спас бросок единица тошнота тоже работает формула 10 плюс половина уровня героя плюс модификатор выносливости повторяю модификатор выносливости не интеллекта большая часть пиздеца в ролик не попадает когда я пытаюсь разобраться как работает то что совокаты наклепали замедление сложность 11 камелия кастует орлиное великолепие плюс 4 харизмы не интеллекта и невыносливости замедление сложность 13 на 2 больше блять какая нахуй харизма интеллект вообще ни на что не влияет кроме бонусов за убийство формула 10 плюс половина уровня кровосиси плюс модификатор интеллекта нигде не применяется не рекомендованная черта превосходная атака из-под тишка у палача не полная прогрессия скрытых атак поэтому данная черта должна быть в рекомендованных люблю советы совокотиков а чакек новое божество на самом деле я его выбрал потому что в названии есть слово кек у а чакека любимое оружие зазубренная сабля а чакек не очень любит свое любимое оружие новое оружие у торговцев морозная сабля электрическая огненная добавили для количества но работать это не будет из-за вычетов можно сделать архетип вообще без прокачки назвать его кровавый вампир некромант и за него все равно будут играть